Привет! Меня зовут Женя и у меня в руках замечательная книга, которая называется как спрятать жирафа. Создатели этой книги Мишель Робинсон и Клэр Пауэлл. Раньше на ярмарках можно было выиграть в лотерею золотую рыбку, а теперь тебе скорее всего достанется жираф. Ну, я знаю, что ты думаешь. Он такой милый. Но спорим, твои родители так не считают. Они скажут, но он, конечно, милый, вот только он большой и неуклюжий. И потом, куда мы его денем? Что они понимают? Его можно втиснуть сюда, запихать сюда или засунуть сюда или сюда. Нет, сюда лучше не надо. Никаких жирафов. Вот что они скажут. Жирафа можно оставить, ну, просто нужно придумать, куда бы его спрятать. В лесу. Отличная идея. Лес. Лучшее укрытие для большого и неуклюжего животного. Но леса растут так долго. Так что жирафу нужна временная маскировка. Можно выдать его за очень пятнистую лампу, очень старую собаку или очень высокую подружку. Но в крайнем случае можно раскрасить дом под цвет жирафа. Или жирафу под цвет дома. Ой. Да. Наверное, родители были правы. Он большой и неуклюжий. И для него действительно нет места. Ну и ну. А теперь места нет для нас. Ну и ну. Так бы мы его и назвали. Но теперь это уже не важно. Правда ведь? Ты не можешь держать у себя жирафа. Нужно вернуть его обратно. В лес? Ха, я же говорила, это отличная идея. Лес. Самое подходящее место для такого большого и неуклюжего животного по имени Ну и Ну. Теперь твоему жирафу больше никогда не нужно будет прятаться. Если только он сам этого не захочет. Субтитры создавал DimaTorzok